В 90-е в Кемеровской области было очень неспокойно. Возросшая преступность и криминальные войны пугали местное население. Расличные кланы делили между собой ресурсы и предприятия. Большое количество воров в законе просто не пережили это время, будучи застреленными или же взорванными. Расправлялись с законниками в процессе раздела сверхвлияния быстро и безжалостно. Сергей Жуков родился в Толбках, Кемеровской области в 1959-м. В юности стал совершать преступление. В основном кражи. В 1974-м 15-летним пацаном попался в руки закона и был осужден на 4 года за грабеж и хулиганство. На свободу Жуков должен был выйти в 1978-м. Однако по амнистии освободился гораздо раньше. В 1975-м вернулся в родные топки и вновь занялся криминальной деятельностью. В том же 1975-м его вновь задержали. За хулиганство и незаконное ношение оружия приговорили к 4 годам. В 1978-м вышел раньше на год по условно-досрочному. В 1979-м был опять задержан в топках за хулиганство. Первоначально суд приговорил его к 5 годам, а затем состоялось заседание по другому заведенному на авторитета делу. И срок увеличился до 15 лет. Жукову добавили судимости за кражу и сопротивление при аресте. В 1985-м, отбывая наказание, прибыл в тюрьму города Златоуста, считающуюся одной из самых суровых сидельцев. Там Жуков и был коронован. Прогон по его коронации подписал вор в законе Виктор Коростылев. Коростыль. На свободу Жук вышел в 1994-м и тут же вернулся домой. Однако существенного влияния на преступную среду он оказать не успел. Жукова практически сразу же застрелили в его родных топках.